Всем привет, меня зовут Алексей, это официальное видео от команды Syscalp и сегодня я расскажу вам, как подключить Syscalp к бирже Binance и Binance Futures. Для подключения у вас уже должен быть установлен Syscalp, если еще не установили, то ссылка на видео по установке и ссылка на инструкцию будут под этим видео. Установить это займет всего пару минут. Также для подключения у вас уже должен быть личный кабинет и открыт счет на бирже Binance. Напомню, Syscalp это скальпинский терминал, бесплатная версия привода Бондаря. На настоящий момент терминал работает с биржами Bitfinex, Bitmax, Binance, Binance Futures и с двумя брокерами. Это Finam и ITI Capital. Ну что ж, начнем с получения ключей. Для этого необходимо зайти на сайт биржи и авторизироваться в личном кабинете. Я это уже сделал, как видно. Далее необходимо нажать на наш аватар в правом верхнем углу и в всплывающем меню управления API. У нас появилось окно, что мы можем создать ключ API. То есть нам здесь необходимо присвоить ему название. Название, например, если я делаю для Syscalp, соответственно я и вписываю Syscalp и нажимаю кнопочку создать. Необходимо подтвердить наше действие. Смотрим, что у нас здесь вписан наш номер телефона, который мы указывали при регистрации. И отправляем на него смс с кодом подтверждения. Окей, дальше нам надо зайти на нашу электронную почту и подтвердить создание ключа. То есть вы получите письмо от биржи Binance и в этом письме в форме у вас будет кнопочка Confirm New APK. Надо ее нажать. Нажимаем. Нас перебрасывает обратно на сайт биржи. И мы уже видим, что наши ключи созданы. Сразу хочу обратить внимание, нам сразу нужно скопировать такие параметры, как секретный ключ. Потому что в последующем, если мы закроем это окно, он у нас больше выводиться не будет. Все, мы создали ключи и можем уже подключаться к бирже Binance через Syscalp. Чтобы подключаться к площадке Binance Futures, необходимо первое, это создать фьючерсный кошелек. И второе, в параметрах нашего ключа, включить параметр для подключения к фьючерсному рынку. Чтобы создать кошелек в верхнем правом углу, где кошельки, переходим во вкладку фьючерсный кошелек. И здесь будет кнопочка, вот открыть сейчас. У меня уже фьючерсный кошелек также был открыт. То есть он открывается одной кнопкой, далее, чтобы если вы хотите торговать на Binance Futures, вам необходимо его пополнить. Кошелек открыли и теперь переходим к настройкам самого ключа. Опять идем в управление API. Вот видим наш ключ и делаем редактировать ограничения. И здесь нам надо включить один всего лишь параметр. Это включить фьючерсы. Включить и нажать сохранить. Опять необходимо подтверждение. Отправляем смс на телефон. Все, мы код вписали. Все параметры у нас сохранились. Все, на этом все манипуляции закончены. Мы можем успешно подключиться. Обращу ваше внимание на несколько вещей, которых вы должны запомнить. Первое. Если у вас ранее был уже создан ключ API, вы можете тоже перейти в редактирование ограничений и включить параметр фьючерсы, чтобы подключаться к фьючерсному рынку. Но есть одно условие. Если у вас ключи были созданы на бирже до того, как биржа запустила фьючерсную площадку, то вам необходимо будет пересоздавать ключи заново. Второй момент. Это проблема с подключением. Нужно будет один параметр поменять. У нас сейчас параметр ограничения доступа по IP стоит неограниченный. В принципе, с этим параметром все отлично работает. Но иногда необходимо менять этот параметр на разрешить доступ только к доверенным IP адресам. Но при этом у вас должен быть статичный IP адрес белый. То есть вы только с этого компьютера сможете подключиться к бирже Binance Futures. И третий момент, с которым я столкнулся при создании ключей. Непонятно, чем он связанный. Но была проблема подключения CISCALP к Binance Futures. Из-за того, что ключ был создан в Google Chrome. Это необъяснимо, но такой факт есть. То есть не обязательно, что вы с ним столкнетесь. Но, чтобы вы знали, если вдруг по непонятным причинам вы не можете подключиться, попробуйте пересоздать ключ через другой браузер, к примеру, Mozilla. Итак, копируем ключи API. CISCALP. И сейчас будем пробовать подключиться. Переходим в настройки. Настройки подключения. Вписываем здесь наш полученный ключ. Копировать, вставить. Обращу ваше внимание, что я скопировал в конце с пробелом. Копируйте без пробела. Будьте внимательны. И нам необходимо API Secret вставить. Его мы, как я говорил, должны были сохранить в отдельном документе, не потерять. Иначе надо будет пересоздавать ключи. Как мы видим, успешно подключилось. Все работает. Проверяем настройки. Выбираем Binance Futures. Все наши контракты мы видим. Данные пошли. На этом все. Подключение закончено. Теперь мы можем торговать, если пополнили счет. Если возникнет какая-то проблема, и вы не сможете подключиться, то обязательно сразу пишите в техническую поддержку. Адрес технической поддержки почты также будет под видео. Сискальп – это бесплатный проект. Если вы хотите поддержать его, не деньгами, денег мы не просим, то перейдите по ссылке ниже и прочитайте, как можно это сделать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok